Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я подавил о своём мужчине и в жизни, и в интимной жизни. Как вернуть обратно его мужской, я вижу, что он страдает. Ну, во-первых, давайте мы всё-таки постараемся определить, как именно вы подавили, и как вы поняли, что вы это сделали, да? Вот, потому что, ну, я, например, не понял, что именно вы сделали, ну, для того, чтобы, как вы выражаетесь, да, подавить вашего мужчину. Вот, поэтому сначала нужно увидеть то, что именно вы подавили, и как конкретно. Вот, потом нужно увидеть, что то, что вы задаёте такой вопрос, говорит о том, что вы продолжаете подавлять, потому что мне мужчина сам обратился за условно помощью, а вы за него, как бы, и, соответственно, как будто бы вы, получается, решаете в данном случае его, ну, вот, проблему. Это, на мой взгляд, нехорошо, потому что взрослый человек решает свои, ну, свои трудности, да, свои проблемы. Взрослый человек решает сам, это абсолютно нормально, то, что вы за него сейчас решаете его проблемы. Это, вот, на мой взгляд, совершенно неприемлемо и совершенно неправильно, с точки зрения, ну, вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, да? Вот, дальше. Дальше. Дальше, я думаю, что вам нужно обязательно сказать, что обычно подавление происходит за счёт того, за счёт такой конструкции, как надо, должен. Вот, если у вас такие конструкции есть, то вам нужно их сменить на хочу. То есть, не ты должен, а хочу. С указаний, требований, приписаний, директив, вы приходите на, вот, выражение своих собственных, значит, желаний. Вы переходите на, ну, знаете, такую как-то сказать, может быть, правильно, да? На чувствование себя. Вот на что вы переходите. И если вы, ну, как бы, сможете на это перейти, то есть, ну, вот, там, переключиться, да? Я думаю, что вот тут как раз проблем особых не будет. Вот, я думаю, я думаю, так. Вот, вот, пожалуй, такой момент. Следующий момент, это то, что, когда человек подавляет, он, значит, старается контролировать ситуацию, ну, то есть, ну, он идет в контроль, соответственно, вы идете в контроль, и, соответственно, если вы идете в контроль, то вы чего-то боитесь. вот, вот, нужно постараться увидеть, то, чего, то, чего вы боитесь, вот, чего вы опасаете, ну, ну, вот, чего вы опасаетесь, да? Вот, пожалуй, вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы сбаиваете. Ну, с этой, с точки зрения, да? С точки зрения психологии и психотерапии. На этом все, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, и желаю вам всего доброго.